приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео уделим внимание народным приметам традициям и обрядом на 6 мая поговорим о продолжении великого праздника пасхи что сегодня можно чего категорически нельзя делать для того чтобы в вашем доме было изобилие достаток и благополучие обязательно просмотрите друзья это видео от начала до конца прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео в комментарии напишите божья благодать и пусть действительно вселенная привнесет это вашу жизнь друзья хотим всех поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете друзья нам очень очень приятно итак начинаем 6 мая друзья православная церковь отмечает день памяти святого георгия победоносца одного из самых почитаемых и известных святых в христианской традиции история его жизни и подвига вдохновляет верующих уже многие века а образ святого является символом мужества справедливости и несгибаемой веры георгий победоносец жил на рубеже третьих четвертых веков семье христиан в каппадокии в регионе который находится на территории современной турции его отец умер когда георгий был еще молодым и матери пришлось одной воспитывать сына молодой георгий пошел служить в римскую армию и благодаря своим качествам достиг высокого положения в военных структурах империи но несмотря на успешную карьеру он никогда не забывал о своих христианских убеждениях самый известный эпизод и из жизни святого георгия это битва со змеем согласно легенде в небольшом городке рядом с озером поселился ужасный змей который требовал человеческие жертвы когда очередь жертвоприношения дошла до дочери местного правителя георгий вступил в бой со змеем и победил его спасая девушку и весь город от гибели этот подвиг привел многих язычников в христианство видя в его действиях проявление божьей силы времена правления императора диоклетиана ознаменовались одними из самых жестоких гонений на христиан георгий не мог мириться с несправедливостью и жестокостью которые пропагандировались государством в того времени и решил открыто выступить против императора заявив о своей вере это стоило ему ареста и последующие годы своей жизни он провел в тюрьме где его подвергали мучениям в попытке заставить отречься от веры вопреки многочисленным пыткам георгий оставался верен своим убеждением что привело к его смерти по преданию перед казнью он смог совершить чудо превратив статуи языческого бога в осколки что стало последним свидетельством его святости смерть георгия привела к тому что многие кто наблюдал за его мучениями обратились в христианство включая императорскую жену александру сегодня георгий победоносец почитается не только в православии но и во многих других христианских традициях он считается покровителем многих стран в том числе англии и грузии а его образ воина на белом коне побеждающего змея стал универсальным символом борьбы добра со злом в день его памяти 6 мая верующий по всему миру собирается в храмах чтобы отдать дань уважения святому чья жизнь и поступки продолжают вдохновлять на подвиги веры и добродетели а также друзья 6 мая у нас с вами приходится начало пасхальной недели вы знаете что светлая светлая седмица или пасхальная неделя представляет собой один из самых прекрасных и значимых периодом православном календаре и в этом 2024 году именно светлая седмица приходится с 6 по 11 мая этот временный промежуток отмечается особыми традициями которые глубоко укоренились в культуре и в духовной жизни верующих по христианской традиции в эти дни отмечается победа христа над смертью и его воскресенье что делает эту неделю временем радости и торжества понедельник светлой седмицы который в этом году мы будем отмечать 6 мая отмечен особым обычаем мужчины первыми должны были войти в дом принося с собой пасхальные яйца куличи и подарки существует интересная традиция связана с этим днем молодые люди поливали девушек водой что символизировало очищение и обновление а в ответ девушки дарили им крашенки этот обычай имел древние корни связан с плодородием и весенним обновлением природы вторник светлой светлой седмицы также благоприятен для визитов этот день называли хороводницы потому что в нем активно участвовали девушки водя хороводы такие хороводы символизировали единение сообщества и являлись выражением радости и счастья которое приносит воскресение христа среда не призвана для было для гуляний и общественных развлечений в этот день люди особенно активно устраивали праздники и продолжали водить хороводы и наслаждаться весенним теплом четверг светлой неделе имеет особое значение так как в этот день согласно народным традициям радость пасхи достигает и усопших в этот день принято посещать кладбище и ухаживать за могилами что является выражением уважения и памяти о предках в пятницу отмечается праздник иконой божьей матери же живоносный источник в этот день в храмах проводится малая водосвятия а девушки согласно традиции умываются водой для здоровья и красоты суббота это день семейных посещений домашних дел это время для активного общения и подготовки к завершению светлой недели ну и завершают светлую седмицу воскресенье известная как красная горка в этот день особенно важно быть активным проводить время среди людей участвовать в массовых гуляниях и радоваться жизни в светлую седмицу запрещено скучать по умершим соблюдать пост и проводить панихиды это время когда вся активность должна быть направлена на празднование жизни и радости воскресенья а в народном календаре 6 мая был известен как егорьев день или юрьев день это значимая дата была для наших предков когда отмечалось начало пастушеского сезона этот день традиционно связан с выгоном скота на пастбище и сопровождался разнообразными ритуалами и обрядами направленными на обеспечение здоровья и плодовитости животных на егорьев день пастухи впервые выгоняли скот на на пастбище это событие сопровождалось особыми ритуальными действиями особенно важным было первое доение овец где проводилось именно как ритуал овца которая доилась 1 украшалась венком и цветов и трав символизирующих плодородие и защиту от злых духов венок также вешали на к на котел которые потом собирали молоко чтобы обеспечить благополучие и плодовитость всему стаду и горе в день сопряжел не только с радостными подготовками к лету но и с выполнением защитных магических обрядов эти ритуалы были направлены на защиту скота от волков сглаза нечистой силы и укусов насекомых считалось что проведение определенных магических действий в этот день способствует увеличению плодовитости животных и обеспечивает их благополучие на протяжении всего периода выпаса и и сегодня в некоторых регионах от этот день отмечался и осмотров посевом крестьяне выходили в поля что проверить состояние растений а иногда даже приглашали священников для проведения молебнов и освещения земли после трапезы на поле остатки пищи закапывали в землю как жертву призвано увеличить урожайность и защитить посевы от природных бедствий такие как засуха и град одним из самых необычных обычаев связанных с егорьевым днем было кувыркание по земле считалось что это действие способствует увеличению урожайности и обеспечивала землю дополнительной энергией и плодородиям в некоторых регионах для защиты земли от непогоды в поле втыкали освещенные вербное воскресенье веточки чтобы у коров было больше молока в некоторых местах их выводили на поля засеянными злаками извините чтобы коров было больше молока в некоторых местах их выводили на поля засеянными злаками зеленые злаки считались источником новой жизненной силы и здоровья для скота то в свою очередь должно было способствовать повышению уровня именно молокопродуктивности одним из самых живописных обычаев юрьева дня было окликание молодоженов то есть посещение домов пар которые поженились в течение последнего года мало молодежь собравшись вместе обходили эти дома окликая молодоженов по имени и отчеству исполняя для них песни это действие символизировало общественное признание поддержку нового семейного союза а также служила своеобразным ритуалом интеграции пары в такую вот общину знак благодарности молодожены угощали всех вкусненьким чем-то и дарили им подарки а это укрепляло взаимоотношения уже внутри села или деревне кроме того в некоторых регионах в этот день день сопровождался зажиганием больших костров что символизировало очищение и возрождение костры служили центром собраний где люди могли собраться вместе чтобы отметить начало весенне-летнего периода обменяться новостями и планами на предстоящий сезон с приходом юрьева дня отменялись и многие постные ограничения что дело его особенно радостным событием люди начинали употреблять мясо зелень молочные продукты и свежие овощи радуясь возобновлению вот такого вот изобилия после долгой зимы традиционно распространялись среди соседей соседи первые надоенные надоенное молоко и другие продукты в знак памяти умерших предков как молитва за их души святой георгий победоносец покровитель этого дня считался защитником полей урожая и домашнего скота юрий в день крестьяне молились ему о благополучном урожае и о защите скота от болезней и напастей молитвы и обряды связаны с этим святым были направлены на привлечение благодати и защиты обеспечивая таким образом благоприятные условия для сельскохозяйственных работ согласно народным традициям 6 мая это было идеальное время для старта масштабных проектов и начинаний это могло быть связано с возрождением и новыми началами так как виду что он начиналась настоящая весна и природа уже полностью расцветала и считается что начатое в этот день дело будут иметь все шансы на успешное развитие и завершения поскольку день благосклонен к нововведениям и крупным изменениям жизни 6 мая также считается особенно подходящим днем для укрепления семейных уз и дружеских отношений народные приметы утверждают что что общение с близкими в этот день способствует гармонии и пониманию в отношениях также сегодняшние встречи встреча в семье или просто долгие беседы с любимыми людьми могут принести радость и умиротворение укрепляя эмоциональные связи и создавая приятные воспоминания вместе теперь поговорим о том что же нельзя было делать 6 мая по народным приметам традициям и обрядом вы знаете одним из самых специфических народных примет этого дня заключалась в том что в этот день нельзя было брать в руки шерсть или шерстяные нитки существовало поверье что если в егоре в день человек будет работать со шерстью это может привлечь волков которые и утащат овец это поверье вероятно связано с древними верованиями связь между человеком и природа где определенные действия могли вызывать реакцию диких животных по этой причине старикам не рекомендовалось носить в этот день платки и пояса из овечьей шерсти которые они обычно использовали для облегчения радикулитных болей и горе в день традиционно ассоциировался с животноводством и пастухи играли в этот день особую роль народные при традиции призывали особенно уважительно относиться к пастухам видя в них помощников святого георгия покровителя скота и полей грубость или отказ выполнение просьб пастухов этот день считалось плохим знаком и могло привести к различным бедам нападению болезни на скот нападению диких животных на птицу и даже семейным неприятностям согласно народным приметам благосклонность и щедрость по отношению к пастухам в этот день могло предотвратить множество бед и даже принести удачу в хозяйстве народных верованиях роса 6 мая приобретала особые свойства считалось что топтание росы в этот день может привести кожным заболеванием поэтому люди избегали ходить по траве покрытой утренней росой вместо этого росу собирали использовали в лечебных и косметических целях умывание росой в егорье в день считалось способом сохранить молодость и здоровье кожи а также привлечь удачу в древней руси девушки использовали этот день для сбора росы которую затем применяли для ухода за кожей лица эта традиция основана на вере в магические свойства росы способны улучшить внешний вид и привлекать внимание противоположного пола роса которая была набрана в этот день и хранилась в специальных емкостях и использовалась в том числе перед важными встречами или свиданиями чтобы усилить свою привлекательность еще одной интересной народной традицией связаны 6 мая являлся запрет на расчесывание и стрижку волос на руси считала что и горе в день волосы особенно уязвимы и любое воздействие может привести к их повреждению или выпадению женщины избегали не только стричь волосы на расчесывать их опасаясь что непослушание этому обычаю может навлечь на них долгий период бед и невзгод этот обычай подчеркивал связь между личной энергия человека и космическими силами которые активизировались в определенные дни так что друзья постарайтесь использовать эти знания себе во благо вот такой нас с вами интересный день друзья 6 мая друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите божественная защита пусть вам вселенная помогает друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья все вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео